Владимир Владимирович, действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся. Как чувствовали, что времена будут непростые, но я вам по телефону не единожды говорил, и Российская Федерация, а мы тем более всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли. Почему свинству? Потому что это все нелегитимно, как они любят говорить. Это все незаконно в нарушении всех международных соглашений и договоров, которым и они, и мы в части каких-то присоединились. Поэтому еще раз, третий раз, это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся, и вы наелись уже. Я это к чему говорю? Я вот поднимался к вам сюда в кабинет, и журналисты там издалека кричали, переживем санкции или не переживем. Слушайте, сегодня не так вопрос стоит. Сегодня санкции для нас, это время возможностей. Я человек советский, вы из советского периода хорошо знаете, мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались. Просто в силу сложившейся обстановки, даже не с санкциями связанными, просто время мало прошло, наши люди озаботились. Но благо, что чем дальше, тем больше люди понимают. А, не мы на них нападали, не мы превентивно в СУ начали стрелять, кидаясь, что мы с вами за два дня были у вас дома. Да, мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, четыре позиции я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. И все это было готово взорваться. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Вы меня попросили электричество подвезти. Спасибо. А им не надо. Вы понимаете, им не надо. И пускай там что угодно творится, они отпихиваются. Мы силой подвели туда электричество, как я и пообещал. Чернобыльские станции. Это их цели. Поэтому люди потихоньку начинают понимать, что и что. И за кем стоит эта правда. Не сделали бы это за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Еще раз говорю, они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения по Беларуси удар. И сегодня, я уже вчера сказал, Владимир Владимирович, эти иностранные наемники идут вдоль границы Беларуси, Чернобыльской станции. Три момента. Они хотят перерезать пути движения российских войск, в спину ударить, как я говорил. Это первое. Второе. Они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались в Беларусской России с учением. И они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголели западный участок, о чем мы с вами договорились. Не такие они простые. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать. Поэтому не надо оправдываться ни перед кем. Уже люди... Нет, вы да. Я вижу, как наши, ваши некоторые ведут себя. Видите ли, не то сделали. Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались. Поэтому это время возможностей. Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось. С точки зрения экономики. И не надо говорить, переживем, не переживем санкции. Слушайте, мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них. У нас все есть для того, чтобы нормально жить и работать. Но я хочу предложить вам. Слушайте, мы всегда помогали своим союзникам. Казахам помогали. Да всем. Рынок вы некоторым открыли. Не буду их называть, они обижаются. Ну так нам надо как-то собраться в ОДКБ. Нам надо в Евразе собраться. Сплотиться вместе. Ведь все говорили о том, что нам надо вместе быть. Ну так давайте соберем. И поверьте, еще добавив эти рынки, мы через месяц забудем, что у нас есть санкции. Поэтому ОДКБ и Евразе... Вот я вношу предложение, я же имею право внести предложение. Я думаю, вы меня поддержите. Нам надо собраться в Москве. За столом, сесть за стол, переговоры, договориться. Мы вам это продаем, вы нам это. И выстраиваем нашу общую экономическую политику. Поэтому я сегодня в Москву приехал с нормальным настроением, уверенным в том, что мы лучше сделаем, чем у нас всегда было. После распада Советского Союза и даже в Советском Союзе. Ситуация не та, чтобы нам париться и переживать за какие-то события. Время просто надо. Большое видится на расстоянии. Александр Николаевич, вы правы абсолютно. Советский Союз действительно жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов. Я вчера только что об этом сказал. Даже после 1990 года в отношении России сохранялись, и потом перешли уже в новые, в новейшие времена, санкции со времён Советского Союза. Это так называемые кахоманские списки ограничений в области высоких технологий. Всё это было, так и есть. А сейчас делается массированный удар, такой наносится по экономике. Но вот практика последних лет, она показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. И это всё работает. И мы, конечно, стали в этом смысле сильнее. И здесь вы правы. Это как раз, так и можно сказать, это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета. Вот. Ну, для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всём, кто поподробно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok